О, зашибись! Новый контент подъехал! Вот я начал за торговца, наверное, вот у меня сразу заспаунилась куча всяких снаряжений. В этой игре можно начинать отдельно за разные конфессии, да, вы можете быть бандитом, можете быть индейцем, может быть торговцем, можете быть там каким-то шерифом, в общем, как-то так. Так, вот я начал в этом доме. Этот дом, естественно, как бы можно тоже построить себе такой же, может быть круче построить. Здесь вообще строительство очень разнонаправленное. Вон там впереди у нас вдалеке город Томпстон. И вот здесь вот есть у нас уже какой-то бандитский лагерь, но без огнестрельного оружия в эти лагеря не рекомендую соваться. Ну вот, давайте сходим в город и посмотрим, как там обстоят делишки. Вот так вот выглядит мой домик. Кстати, у меня тут нету факела. Очень жалко, что всякая фигня есть. А вот это, кстати, не факел. Это же, наверное, факел. На единичку тебя поставил. Ты факел? А как тебе поджечь? Ага, вот так вот на еда. Все, вот поджигаем. Можно от первого лица сделать, чтобы было посексапильней. Это моя кроватка. В этой игре можно спариваться с представителями противоположного пола. Главное, чтобы не больше. А может и больше можно. Все-таки как бы там, ну, запад все дела. Я не знаю. В общем, как говорит Санам. Ну, дикий запад, я имею в виду. Вот. Можно детей тут делать, выращивать их. Животные всякие. Их даже тут приручать можно. Ну, короче, вот такие вот движения. У нас тут солнышко садится. Как раз я взял в руки факелок. Почему бы не отправиться нам в городок? Да, мы идем в правильном направлении. Столкарта очень большая. С учетом того, что здесь, в принципе, животных приручать можно. Там и лошадей, и все, и седлать их. Но это как бы не сразу же. Здесь вот у нас еще какой-то город. Как-то будет Plantation. Какие-то плантации там, не город. И где-то здесь у нас Вашингтон. Это вот самое раннее зарождение демократии, наверное. Начинается с Вашингтона здесь. Вот так вот у нас тут Америка написано на карте. Карта большая, горы всякие. В общем, ну и сервера до 30-40 человек. Сейчас у нас полная ночь не наступила. У нас задача добраться до города. Еще раз чекнем. Так, главное, чтобы не зайти нам в этот бандитский лагерь. Мне очень-то хочется. Тут можно начинать по режимам всяким. Как я уже вначале перечислил, я взялся с режима торговца. У меня изначально нет оружия. Огнестрельного оружия. Если бы я начал за бандита или за индейца какого-нибудь, то у меня со стартом мог бы быть какой-то копьем, меч хороший. Или же, как у бандита, обычного ковбоя, типа, был бы у нас ствол-револьвер. Но, когда вы заходите в город, почему-то через некоторое время все начинают, по-моему, палить. И выжить в этой ситуации практически невозможно. Очень тяжело. Потому что у вас статус бандита, походу, изначально. Это как бы разные режимы игры. А можно зайти чисто вот в чистый режим, где есть карта. Вы начинаете с голой жопой. И с голой жопой вы как бы начинаете там палкой обычной какой-то из-за плеча бьете и фармитесь. Фарм здесь происходит элементарно. Все, что вокруг у вас, можно фармить. Тоже, как и в других выживалках. К примеру, с арком там файбер есть, волокно, да? Древесина, камни, кремни. Все-все-все. Вот это вот все есть в большом количестве. С кактуса своя фишка падает. С цветочков своя фишка падает. О, это мы уже подошли к лагерю этих бандитов. У нас нету сейчас с собой возможности с ними потягаться, потому что они от ствола. Можно их потроллить. Эй, чепушельники! Чепушельники! В эти парни стрелять. Что, они еще меня не видят? Там костерок, видишь ли, горит. А давайте мы на цифру какую-нибудь поставим вот это. О! Слушайте, а без факела это возле лица еще и лучше видно? Вон стоит один. Чепушила. Нет у нас ни лука, ни дротика, ни хера. Они сейчас сразу стволы достанут. Дробовички. А подходишь близко, они с ближним боем начинают нас валить. Блядь! А-а-а! Ты че, блядь, твой... Откуда ты тут взялся, мать твой так? Сука! Валим, валим, валим отсюда! Да ладно, пацаны, че я свой же, блин, просто по объявлению шел. Он за мной бежит, блядь. Отвали! Отцепился? Блядь, они все сюда бежали. Ух ты, мать! Что, что, что я понял? Понял! Что, спросить уже нельзя, зайти или что? Может, вам шериф нужен был свой? Я вот, мог бы, у меня шапка есть. Шерифовская. Так, валить надо, походу, отсюда. Блядь, город-то вон там. Тут, кстати, поезд ездит повсюду. По кругу. На этом поезде, я так понял, если вовремя сесть на него, можно покататься. Вот в этом городе есть станция. Надеюсь, они не пойдут за мной до самого города. Отходим к городу. Ночное время у нас. Сейчас, наверное, все спадлигли. Интересно, здесь работает на NPC вот эта вот тема, что ночью они идут ложатся спать. Как, допустим, в Skyrim или в Веримаке. Так, подгружается у нас. Оптимизация в игре, конечно, так себе. Ну, ну, чё. Сойдет. Сойдет. Просто у меня 2К разрешение. Вожди. Проблем вообще никаких не будет. Так, здравствуйте. У нас здесь церковь. Церквушка. Ух, подлагала. Здрасте. Привет, Чухан. Ты у нас кто? Пазар Бобби. О, отец Бобби. Отец. Да просветите имя мое. Отец. Пожалуйста, отец. Благословите меня. Отец. Пожалуйста. О, нет. Вы не подумайте. Это я так просто кланюсь. Не подумайте. Я... Ну, ладно. Ну, что, ты меня благословишь или нет, мать твою? Да пошел ты, короче. Я думал, нормальный чувак. В ночное время всех готов встречать. Благословлять. Так. Самочка. Красивенькая такая девочка. А че я такой низкий, что ли? Алло. В тебе сколько роста, э? Я не сижу. Я реально мелкий. Я... Ого, ты ходишь. Слушай, я тоже так хочу. Чук-чук-чук-чук. Я торопыга какой-то. Минимы. Ну, вот нормально. Тут, походу, целый город карликов. Тут девки, походу, ростом по метр восемьдесят, по девяносто. Метр девяносто. А мужики сегодня по метр шестьдесят только все тут, да? Ясно. Кто у вас тут? Мэр города тоже? Женщина. Сейчас пойдем посмотрим. От первого лица как-то лучше смотрится. Сослушайте, вот так вот от солнечного света даже лучше смотреть. Так. Какой-то тут интересный городок. Ее энерги из лоу. Ни хера себе. Это, получается, я бежал, нашифтовал, шифтовал, потом хоп и в обморок упал. А что это было? Может, меня ранили? Вот я смотрю, у меня и хп немного. Справа, да, надо смотреть. Не восстановлено. То есть тебе даже фармить нечем? Нет, у тебя есть какая-то штука. То есть мы берем... Кстати, по поводу крафта, вот смотрите, здесь... И нажимаем, да, инвентарь открываем. Здесь у нас предметы, которые можно скрафтить. Которые, я так понял, открыты, но не полностью. Есть у нас здесь... Это, я так понял, для пати, для кланов. А вот здесь у нас эти характеристики персонажа, голод, жажда. А здесь уже древо технологий. Это для строительства. Смотрите, всякие двери. Табуретки, шкафы, ящики. Оружие. Стволы тут интересненькие есть. Мечи, ближний бой. Для кузнечного сделаю, для рубки леса. Хлысты есть и все остальное. Для дистанционного боя луки. Я так понял, топоры тоже можно швырять. Тут даже вон пушки есть. Три вида. Можно очень большие, я так понял, сооружения строить. Если большой толпой играть. Но тут сервера 30-40 человек, я пока что видел. Больше я не видел серверов, которых много людей. Так, здесь у нас какие-то станки, ткацкие, печки. Все это, да, понятно, как и в любой выживалке. Тут вот очень много всякого тоже. Вот именно для инструментарий, для фарма. Это приготовление пищи. Здесь у нас типа алхимия, будем считать, да. Всякие зелья, снадобья здесь. Снаряжение. Шмотки как женские, так и мужские тут есть. И в конце у нас рюкзачки и всякие пояса. На пояс надевать ножи можно всякие. Короче, чем круче вы экипированы, чем больше вы с собой можете носить. Тем больше. Так, холодновато мне, однако. Такая вот у меня сумочка есть. Вот он бьет по земле и начинается фарм. Хей! Что такое хей? Типа солома или что? Восемь штук. Что у вас тут? Вы просто по земле долбите. И вы кусты ломите. Семена, файбер, солома, волокно. Чем круче у вас какой-то предмет в руках, тем лучше он бьет и тем меньше он ломается. Фармить можно даже обычным ножом все, что можно фармить. Тут нет никак в других играх, что конкретно для рубки леса вам нужен исключительно топор, да. Нет, здесь вы берете в руки все, что хотите. И просто вы или меньше фармите, или больше фармите. Сейчас я-то зайду в обратно в городок. Интересно, мой трупик там лежит где-нибудь на дороге, или он исчезает через некоторое время. Мне очень интересно это. Вот это у нас, я так понял, масло. Ну-ка. Да. 1 ойл 2 ойл шейл. Это я так понял, чтобы поджигать можно было всякие горючие смеси из этого делать. Это как бы дикий запад. Тогда уже, наверное, порох был по-любому. Днестрел уже есть. Вот. Но здесь не было бензина, нефть еще не добывали. Поэтому использовали вот это вот масло. Горючее. Так, тут это поезд. Вон, видите, поезд едет. Недалеке. Корова стоит. Там вон костер горит, тоже бандиты какие-то там разместились. Тут есть система экономическая. Можно зарабатывать деньги, приходить в эти города, покупать всякое, всякое, всякое. Не обязательно все, что в игре есть, крафтить, фармить на это. У НПС тоже многое можно купить. Даже различные эксклюзивчики. Да? Маленькая. Че ты? Э, стой, стой. Да подожди. Подожди, подожди, подожди. Я понял тебя. Тебя так просто мешком с этим говном не убить. Так, он от меня отстал. Отстал. А я думал, сейчас коровью носую. Разделаю ее. И будет у меня мяско. Не тут-то было. Она на ответочку стала держать. Может, я лучше бы индейца выбрал. Больше бы соответствовал. О, по кактусам. Да, вот так вот. Ему нравится голым по кактусам лазить. Это вообще круто. Подгружается городок. Забрали у меня все деньги, которые у меня были. Эти смерти. Так, мне вроде бы прохладно. Вообще-то тут жара такая, что сейчас плавится даже. Тут вот воздух такой плавающий. От высокой температуры. А почему у меня звездочка горит? Мне должно быть хорошо. О, кто-то стоит. Здорово, пацан. Где-то у вас тут. Я сдох недавно. У вас. Можно приодеться. Tombstone. Settle out west. Что ты мне можешь сказать? А, типа, за 50 баксов. Total change for your ticket on language Lugike. Херл знает, что это. Короче, может здесь арендовать что-то можно. Или это склад, или это ломбард. Чего это было, блядь? Ты что, покакал не там, где надо? Нет? О, блядь, по звукам. Слушайте, он, по-моему, какает прямо здесь. Не, я, конечно, могу ошибаться, но звуки такие, что он собирается это сделать. Да, прогрузка здесь в местности так себе. Игрушка не очень оптимизирована. Короче, он хочет от меня 50 баксов. У меня тоже товары для вас есть. Он привез много чего, пацаны. Давайте сюда вот зайдем. Так, тут есть и бордель, по-моему, там. В гостинице точно есть. Там 25 баксов просят за что-то. То ли за услуги борделя, то ли за хромом. Здесь у нас он. Чья-то хата. Может, зря я по чужим хатам прожил? Или не зря? Звуковые эффекты такие, как будто бы здесь весь город кишит людьми. Их как бы здесь немало, но не до такой степени. Ну-ка перепрыгивай. Давайте от первого лица сделаем. Как лучше будет видно. Это у нас Толкан. Попробуем поискать свое тело. Или оно все-таки диспавнилось. Нейтену банк. Нейшнл банк. Профессиональный банк. Собачки где-то гавкают. Нет, я труп свой не вижу. Тут всего-то улица. Тут и тут. Здравствуйте. Вам шериф новый не нужен? Я подхожу на эту роль вполне. Смотрите, какое. Сутка одежды у меня дать. Я буду ваш шерифом. Банк Теллер Нилл. Это банкир какой-то. Что ты мне хочешь? А, типа здесь я могу оставлять свои деньги и забирать через него. Через этого он NPC. Так, у тебя все будет нормально с передвижениями. Туалет в другой стороне, чувак. Понимаешь, что ты как бы не донес. Так, зайдем наверх. Что у нас тут наверху? Ммм, симпатичненько. Надо сюда в роли бандита зайти как-нибудь. Так, а что тут? Девочка. Девочка, что ты можешь мне предложить? Гросери Сторик Леркаракарен. Это что такое? Ого! У нее можно всякое-всякое покупать. Но я свои деньги все просрал. Меня ограбили два раза. Тут, короче, всякая пайка. Даже шмотки всякие можно покупать. Экутмент. Так, ладно. Через балкон, я думаю, не стоит. Вы придете. Наверное, сломаю себе ноги к чертовой матери. Пойду лучше так пройдет. Где-нибудь посмотрю. Где-нибудь лестница? Вот она. Напоминаю, здесь очень шикарное строительство. Очень громоздкое, разнообразное. Вот. Как-то так. Диванчики. Вот запускал. С буксачами ходит. Вон такой. Валит, да? А вот здесь вот так людненько. Бобик, Карен, Сусан, Нил. У всех свои имена. Здесь типа система законности действует. Если бы я был бандитом, они бы все стволы достали. Было бы мне плохо. А так я типа нормальный пацан. Могу у них тут походить. Чем торгуешь, друг? Так. Это сигара, сигареты, бухлецо всякое. И емкости. Медицинские. Может, даже наполненные как-то медициной. Вот. Видите? Не обязательно всегда все крафтить. Можно и купить. Так. Что у нас тут? С голой жопой агриться на кого-то вообще так себе решение. Здесь у нас сидят отдыха. Правильно, если зайти. В каждом здании какие-то есть свои движухи. Какой-то станок. Ты кто? Брат. Фред. Ты мне не интересен. Блядь, и тут собаки. Какие-то собаки есть. Лошади где-то здесь. Где-то можно купить лошадь, может быть? Так, это церковь. Вот здесь, может, лошади? Нет, это вокзал. Я уже здесь был, да? На входе тут чухан стоит. Я бы таких голожопых гнал бы с города. От них всякое можно ожидать. Как у тебя дела, милашка? А у тебя вообще волосы на голове есть? Или это так? От шапки свисает что-то. У тебя тоже проблемы с передвижением? Ладно. Они тут, походу, любят лысеньких тёлочек. А чё, голову мыть не надо. Простота. Так, это у нас церковушка. Чё у нас тут? Бэкс Мич. Чёрный. Тут рынок, может, какой-то торговля. Ты кто? Нет. Не надо менять его от тебя. Тут у нас инструменты какой-то кузни. А, вот. У нас чё тут по оружию, брателла? Точно. По инструментам, по всяким. Вёдра тут даже покупать. 540 баксов. Блин, за что? Керосин там. То есть топливный бак, да? За ведро 391 бакс. У нас в реальном мире таких цен за ведра не бывает. Вы чё? 273 бакса за грабли? Они чё, блин, серебряные? Жесть. Как вы видите, инструментов очень много, потому что в игре очень много разных механик. От земледелия, садоводства, там, животноводство, рождение, воспитание детей, строительство, бандитизм, понятное дело, торговля и всё остальное. Короче, всё-всё-всё-всё. Чувак, а чё эти очки так блестят? Классно эти очки. Опачки. А можно я заберу вот эту, нет? Ну, пожалуйста. Я, честное слово, стрелять ни в кого не буду. Френас 2. Ладно. Ночное время началось. Началось опять. Внучка. Сразу тишина такая. Движуха успокоилась. А ты кто? Карен. Тут у нас ничего. Короче, я лошадей не нашёл. Можно ли их тут купить или нет? Приручить точно можно. В лесу бегают. И медведи в лесу бегают, от которых почему-то убежать даже нельзя. Может мне по саням дать кому-нибудь? Попробовать этим мешком. Четвёртый уровень у неё. Как ты относишься к тому, чтобы получить по саням мешком? Ты тоже по мне стрелять начнёшь? Ты второй уровень? Блядь. Их там уже трое. А ты какой уровень? Первый уровень. А ну-ка по саням... О, я понял. Блядь. По-моему, она успела застрелить даже своего кореша. Ну что, маленькие, потные, вонючие сисёнки. Бедного бомжа с мешком вы закатали? Зарубили, блядь. А чё это такое у нас? Вот это вот что за... Чё? Стоун. Это камень так выглядит у вас? Что-то с этим камнем явно не то. Ладно. Пришло дать ответочку время. Маленькие ублюдки. Пришёл к ним на работу устраиваться. Ну подумаешь, мешком зацепил по саням одному чуваку. Случайно ж, блин. Можно было как-то решить этот вопрос. А он мне мочетой по спине. Правда, там ему сзади тоже нормально дробью пошло. Теперь я вернулся сюда в роли бандита Константина. Так. Подходим к городу. Ху-ис-ху! Погода говно, конечно. Опачки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Ты посмотри, где паскуда ходит, а? С дробовичка ты работаешь, говоришь? Ну, давай. Блядь, чё ж ты упал? Останавливайся. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Не вижу ни хера. Попал. В ножку тебе зарядил, а? Сочненько было. А вот сейчас скорострельная какая-то пушка. Чё за пушка? Блядь, кто-то орёт уже, блядь. Да я к вам пришёл на работу устраиваться шерифом. Их там двое. Фак. Хлопцы! Я свой. Просто давно не был у вас... Бля, нихуя. Бегает. Так, эту забрали. Ещё должен быть один. Это чё было, блядь? Поезд проехал? Сюда иди. Я раненый. Да, блядь. Есть. По-моему, ещё в какой-то стороне. Вон оттуда. Ещё оттуда работают. Кровище пипец. Мы потом на это полюбуемся, если я выживу. Как ты сучонок. Это он тот и маленький такой, да? С такой дистанцией работаешь по-моему. Надеюсь, ты один идёшь сюда. Хотел по-нормальному у вас работать. Карьерный рост, все дела. Лежать. Так, ещё кто-то. Ещё где-то кто-то работает. Я вас козлищ всех. За бомжа с мешком отомщу, как палаген. Откуда он? Ты что, поднялся? Лежать. Это был чёткий выстрел. Блядь, и с той стороны, и с той стороны. Их слишком до хера уже. Там весь город за мной, походу, блядь, охотится. Кричать нечто там. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уходим, уходим в пустыню. Отступаем. Тут кто-то. Кто-то здесь есть. На вскидку не получается. Мне уже четвёртый уровень дали чего-то там. Где этот, который здесь бегал? Сука, блядь, прям в санке мне дали. Блядь, серьёзное сражение, конечно. Но я выставил сколько мог. Вот, ребят, если это видео наберет 100 лайков, будет продолжение. Вот, если вы оставите положительный комментарий под этим видео, то к началу следующего ролика я опубликую все самые лучшие комментарии. Спасибо за ваше внимание, ребят. Подписываемся. Жмём колокольчик, если контент по душе. Всё, пока-пока.